Защита Павла. Деяние святых апостолов, 24 глава, с 10 по 23 стих. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках. Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаясь всегда, иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При всем нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашление во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Размышления, часть первая Наполни мои уста Деяния святых апостолов, 24 глава, с 10 по 21 стих Павел, хорошо образованный, исполненный Духом Святым, муж Божий. В этот момент жизнь его висит на волоске, ведь его обвиняют в подстрекательстве к бунту, распространении еретического учения и осквернении храма. Вчера мы увидели, что Терту тщательно облекает эти религиозные обвинения в политические термины, выставляя Павла врагом государства. Теперь Феликс предоставляет Павлу возможность оправдаться. Святой Дух дает Павлу мудрость и проницательность, и тот рационально строит свою защиту. Его вступительные замечания, обращенные к правителю, уважительны, обоснованы, основаны на истине, логичны и кратки. Тогда, как половина речи Тертула полна хвалебной риторики в адрес Феликса, Павел отвечает на обвинения аргументированно, спокойно и почтительно. Бывали ли вы в ситуации, когда не знали, что сказать? Молитесь за водительство Духа Божьего. Занимаясь душепопечительством, научая кого-то или просто встречаясь с друзьями, спрашивайте, что Дух Святой хочет сказать через вас. Размышления, часть 2. Отсрочка дела. Деяния святых апостолов, 24 глава, с 22 по 23 стих. Из отрывка явствует, что Феликсу уже знакомо христианское движение, вызывающее столько разногласий. Все факты для Феликса уже налицо, но он медлит с приговором, желая получить совет. Его нерешительность – это на самом деле тоже решение, продиктованное страхом, политическими соображениями и, как мы увидим далее, обычной жадностью. Однако, Бог использует нерешительность Феликса, чтобы оставить Павла в безопасности под охраной, удовлетворив этим Синедрион и предотвратив тем самым дальнейшее волнение. Даже находясь в тюрьме, Павел остается свободным, ожидая исполнения Божьего обещания – быть свидетелем в Риме. Когда ситуация вокруг нас кажется пугающей, мы должны помнить, что нам не дано понимать все Божьи пути. Вызывает ли у вас вопросы нынешнее положение дел? Бог организует нечто грандиозное за кулисами. Нам не всегда понятны его пути, но его дела выходят за пределы наших ограничений.